Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы оканчиваем наши беседы по первому соборному посланию апостола-евангелиста Иоанна Богослова, и мы будем читать и исследовать последнюю пятую главу этого послания. В этой главе апостол рассматривает высокое достоинство верующих, об этом первый стих, их долг любви и доказательства ее, об этом второй, третий стих, их верующих победу над миром, четвертый, пятый стих, обоснования и подтверждения их в соборной веры, 6 по 10 стих, что дает им вера, она дает жизнь вечную, с 11 по 13 стих, говорится об успехе соборной молитвы за исключением молитв за нераскаянных грешников, которые грешат к смерти, об этом с 14 по 17 стих, о сохранении верующих от греха и сатаны, 18 стих, их блаженное и счастливое отличие от этого грешного мира, стих 19, об их истинном познании Бога, 20 стих, о таком познании, которое обязывает их удаляться от разных форм идолопоклонства, 21 стих. Итак, первая подтема о высоком достоинстве верующих, 1 стих, 5-й заключительной главы, 1-го соборного послания апостола-евангелиста Иоанна Богослова. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Вот здесь апостол Иоанн Богослов настаивает на том, что истинная вера, она устанавливает веру в Иисуса из Назарета, в плотника из Назарета, как во Христа, Мессию. И когда апостол Петр в Кесарии Филипповой, смотрите, 16-я глава Евангелия от Матвея, исповедовал Иисуса Сыном Божьим и Мессией Христом, то Сам Христос сказал Ему, «Не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который на небесах». Поэтому здесь речь идет о всяком верующем человеке, который получил сверхъестественное откровение от Бога о Его Сыне, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и сама эта вера обнаруживает, что Бог прикоснулся к нашему сердцу, не плоть и кровь открыли нам это, но Сам Отец Небесный действием Духа Святака, как и сказано в Библии, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. «И всякий любящий родившего, то есть всякий любящий Бога Творца, Бога Отца, любит и рожденного от Него, то есть Бога Сына». Таким образом мы устанавливаем, нельзя подлинно почтить Творца этого мира, не почтив Его Сына. И наоборот. Блаженный Августин пишет, «Стало быть, кто любит детей Божьих, любит и Сына Божьего, а кто любит Сына Божьего, любит и Отца. Никто не может любить Отца, если не любит Сына, а кто любит Сына, любит и детей Божьих». Это из трактата Блаженного Августина на первое послание апостола Иоанна Богослова. И давайте внимательнее прочитаем тот отрывок, на который я уже сослался, что происходило в Кесарии Филипповой. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, 13 по 19 стих, и здесь мы находим такие слова. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого. Они сказали, одни за Яна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата да не одолеют её, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И вот здесь мы должны остановиться и задаться вопросом, а как вера в Иисуса, как в Мессию и в Сына Божия может воспламенить и вызвать нашу ответную любовь по отношению к Богу. Через любовь ко Христу проявить любовь к Богу Отцу действием Духа Святаго, о котором и сказано у апостола Павла, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Если мы верим в Христа как в Мессию, то давайте зададимся вопросом, а какова Его миссия, когда Христос, подвергая Себя опасности, шёл в руки своих врагов, чтобы стать жертвой за грехи мира? Он говорил «Я для этого и пришёл». То есть Его миссия – это миссия умереть за нас и не просто за нас, умереть за наши грехи и преступления. Если человек жертвует жизнью на войне, он это делает за Родину, он это делает за своих родных и близких, за тех, которые дороги Его сердцу, но Христос не умирает. За то, что в каждом из нас лучшее. Он умирает за грехи наши, за преступления наши, как в послании Павла к римлянам сказано, что он умер за нечестивых. То есть он умирает за то, чего стыдимся мы в себе больше всего, за что мы скрыто презираем самих себя. И эта вера в такую миссию не может не вызвать ответного чувства, чувства, всплеска любви ко Христу, а через него к Богу Отцу, который и послал Сына Своего в этот мир, нас ради человека, нашего ради спасения, как и сказано в Писании, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. А то, что вера в Иисуса, в плотника из Назарета, как в Господа, то есть в Бога, она является результатом работы Духа Святаго. Это 1 Коринфянам 12.3. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Но Дух Святой – это Дух Любви. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. То есть любовь божественная, проникая в наши сердца, сообщает нам правильное понятие любви, которое превыше любых собственных чувств. Понятие о жертвенной любви делает нас христианами. Далее говорится о верующих, о их долгей любви и говорится о доказательствах ее. Это 2-3 стих. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Это долг любви. Мы возлюбили Бога за то, что Он сделал для нас, и в ответ мы стараемся исполнять волю того, кого мы возлюбили, то есть исполнять его заповеди. Поэтому откройте любой катехизис, православный, католический или протестантский. В разделе «Вера» изучается Никеи Церградский символ веры или апостольский символ веры. В разделе «Надежда» изучается молитва «Отче наш», а в разделе «Любовь» изучаются заповеди Божьи. Десять заповедей Синайского деколога и евангельские заповеди блаженства. Если я кого-то люблю, я опасаюсь нарушить волю того, кого я возлюбил. Третий стих. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Кто-то не согласится с этим, как это с заповеди не тяжки? Действием благодати Божией. Как и Христос говорит, «Без Меня не можете делать ничего». Это означает, что мы кто-то или что-то в Нем и с Ним, и мы никто и ничто без Него. Далее говорится о победе над миром, которую переживают верующие. Об этом 4 и 5 стих, и мы читаем. «Ибо всякие, рожденные от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Почему вера в Иисуса, как в Сына Божий, побеждает мир? Мир, как слишком заземленный, как слишком логический, в таком узком понимании значения этого слова, логика, он не способен возвыситься над той зашоренностью, в которую сам вверг себя. Я однажды посетил синагогу, мне надо было купить пятикнижие с комментариями, это было еще в советские времена, и там я разговаривался с пожилым евреем, я сказал ему, что я христианин, и я спросил его, почему иудеи не верят в Иисуса, как в Бога. И он достал спичечный коробок, трясанул его, раскрыл перед моими глазами и сказал, как вы думаете, можно в этот коробок засунуть слона? Как вы себе это представляете? Но слон – это одно из творений Бога, а Бога не может вместить все творение. Как это Бог может стать человеком? Я ему ответил, во-первых, сказал я ему, мне кажется странным, то, что вы говорите, что Бог чего-то не может, потому что Бог всемогущий. Во-вторых, если Бог это делает из любви к собственному творению, то это возвеличивает Бога. Но он не согласился со мной, ушел в сторону. Но я понял очевидную истину. Величие христианского представления о Боге – то, что Бог, который управляет бесконечно огромными величинами в космосе, он знает, какие у тебя проблемы с соседями, он знает, какие сомнения у твоих детей по поводу тебя, он знает, как ты взглядом немножко оскорбил свою супругу. в этом величие Бога, что управляя бесконечно огромными величинами, он проникает в сложные хитросплетения нашего микрокосмоса. Поэтому вот эти слова, «Ибо всякие, рожденные от Бога, побеждают мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша», то есть христианская, «кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Мы опрокидываем логику этого мира, такой веры, такой странной, что распятый плотник из Назарета – это Бог, который нас ради человека, нашего ради спасения воплотился в этом мире. Это опрокидывает вот эти все логические измы, умозаключения, какие-то математические расчеты, все что угодно. Это вызов миру. Поэтому в древности, когда человек становился христианином, он обязательно должен был выйти на городскую площадь, в каком бы городе, селе он ни жил, и крикнуть, «Слушай, Рим, я христианин!» конечно, это тайна, но эта тайна опрокидывает все человеческие измы, не способные дотянуться до небес. и в этом противостоянии с миром, это брань, мы понимаем, что на каком-то этапе будет победа и этого мира над нами. Здесь мы прочитали, и сия есть победа, победившая мир, вера наша, но однажды мир победит нас, он опрокинет веру. И в книге Откровения Анна Богослова, 13 глава, 7 стих, сказано, «И дано было ему, то есть Антихристу, вести войну со святыми и победить их, и дана была ему, то есть Антихристу, власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Но так как последнее слово сохраняется за Богом, мы победители, если мы соучастники в победе Христа. И в Евангелии от Луки, 18 глава, 7-8 стих сказано, «Бог ли не защитит избранных своих, выпиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре? Но Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» во-вторых, когда Антихрист победит святых, ему это будет попущено для нашего смирения в некотором смысле. «Сын человеческий, придя на землю, обрящет ли веру на земле?» «Мир и погибнет, потому что оскудеет полк святых, потому что мир был создан, и он сохраняется ради святых». Во втором послании к Фессалоникийцам, вторая глава, седьмой-восьмой стих, говорится, что в этом противостоянии между Богом и дьяволом, церковью и Антихристом, последнее слово все-таки будет за Богом. И мы читаем. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, то есть Антихрист, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Это связано с тем, что зло не потерпит присутствие любви в этом мире. Оно растает, как снег тает пред лучом солнца. Этот мрак рассеется пред лучом света. Далее дается обоснование и подтверждение веры христианской. Об этом 6 по 10 стих. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом». Очередность того, о чем здесь говорится, это спасительная очередность. Христос действует в каждом таинстве церкви, поэтому сказано, «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою» «Жизнь христианина начинается с крещения» «И кровью» «В водокрещения мы очищаемся кровью Иисуса Христа от всякого греха» «И духом исподобляемся после таинства крещения пережить таинство миропомазания, которое является крещением Духом Святым для нас. Не водою только, то есть недостаточно одного крещения, но водою и кровью мы очищаемся не водою, а кровью Иисуса Христа. Вода символизирует эту кровь. не водою только, но водой и кровью И дух свидетельствует о нем, то есть когда мы принимаем Духа Святаго в таинстве миропомазания, он свидетельствует о Христе, напоминая все его слова, потому что Дух есть истина, ибо три свидетельствуют на небе Отец Слово и Святый Дух и сие три суть едино и три свидетельствуют на земле Дух вода и кровь и сие три об одном. Здесь вот этот седьмой стих, с которым мы сейчас сталкиваемся, это сложный текст, так как он не присутствует во многих и в многих древних рукописях и даже не очень древних, например, все тексты до XVIII века книги «Апостол» они не содержат этого текста на церковно-славянском языке. Но этот текст по аналогии, если в восьмом стихе сказано «И три свидетельствуют на земле дух, вода и кровь и сие три об одном, то возникает аллюзия. Если три на земле, то должно быть и три на небе. Иначе зачем это уточнение «и три свидетельствуют на земле» «и сие три об одном». Далее 9-10 стих «Если мы принимаем свидетельство человеческое, то есть доверим, относимся к тому, что нам обещают, что нам говорят разные люди, особенно политики, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог, то есть Бог-Отец свидетельствовал о Сыне Своем. Мы знаем, что Бог-Отец дважды свидетельствовал о Сыне Своем явным образом, это в день Богоявления или Крещения Господня, когда Он свидетельствовал с небес из осеняющего облака «Сей есть Сын Мой возлюбленный», и на горе Фавор «Сей есть Сын Мой возлюбленный», но на Фаворе было добавлено «Его слушайте». Потому что в день Крещения Христос только начинает свою миссию, и излишне было бы сказать «Его слушайтесь», потому что Он не произнес ни одной проповеди, а между Крещением и Фавором была и Нагорная проповедь, и масса притч, поэтому там есть вот это добавление «Его слушайтесь». И это явное свидетельство Бога Отца из-за синяющего облака в присутствии Духа Святаго, который в виде голубина носился над головой сына. А в Писании сказано, что любое слово верно при устах двух-трех свидетелей. Поэтому свидетельство Отца о Сыне – это и свидетельство Сына о самом себе, и свидетельство Духа Святаго о Сыне и об Отце. Далее. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе, в себе самом. Неверующий Богу представляет его, то есть Бога, лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Здесь прямо сообщается о том, что мы имеем свидетельство, которое в нас самих пребывает. Это работа Духа Святаго, как и Христос говорил, что Дух Святой научит и наставит на всякую правду и напомнит все слова, которые я говорил. Иустин Попович преподобный пишет, «Это составляет всю истину о троическом божестве, опытный факт, но и интеллектуальная недоступность, божественная сущность есть без границ и глубины, и ширины, и высоты, и выше, и глубже всех человеческих границ познания, разумения и чувствования». Ну, это о том, о чем мы уже с вами говорили, что это выше человеческой логики. Далее Юстин Попович пишет, «И это естественно, потому что искусственная сущность земного материального мира имеет необъяснимую глубину и ширину и недоступна человеческому пониманию. но и эта жизнь, которой мы живем, которая является для нас самой непосредственной реальностью, очень глубока, широка и выше человеческой логики и понимания. Да, ученые могут нам рассказывать долго о том, как возникла жизнь, но они до сих пор не могут четко сказать, что такое атомы, что такое нейтроны, что это может хотя бы даже напоминать. Человеческая логика, человеческое понимание, они ограничены. И Юстин Попович далее пишет, «Из этого громадного преисполненного океана жизни только время от времени мы понимаем некоторые элементы владеем только минимальным количеством знаний. Этот океан изливается и разливается посредством его, то есть Бога, который не только знает конец каждой вещи, но знает и бесконечно, вечно и нескончаемо. Это в величайшей мере относится к жизни и божественной сущности пресвятого троического божества, поэтому мы знаем только то, что нам доступно и опытно дано». Вот это такая истина всего христианского богословия, Бог открывает себя нам только в той мере, в какой мы можем вместить. И далее Юстин Попович пишет, «И это нам дано сполна с воплощением Бога Слова и вселением Святаго Духа в богочеловеческое тело Церкви. Нам дано от троического божества все необходимое для спасения от греха, смерти и дьявола, чтобы мы наставлялись божественным совершенством и посредством священных таинств и святых добродетелей, к достижению о Христос Ивания, о Духотворенности, о Божине и о Троичевания, то, что Бог есть, троическая сущность, это реальность, которой непрерывно мы должны жительствовать через Отца, Сына, во Святом Духе. Эта истина полностью открыта в Бога человеке и исполнена в Церкви. Об этом свидетельствует вся благодатная, но и повсюду истинная жизнь Церкви. Далее идет тема о том, что дает нам вера. Прежде всего она дает и сообщает нам жизнь вечную. об этом с 11 по 13 стих и мы читаем «Свидетельство сие, то есть то, которое внутри нас, состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, то есть жизнь вечная она начинается не за гробом, она начинается в тот момент, когда мы становимся христианами. Обратите внимание на то, что и причащают нас в оставлении грехов и в жизнь вечную. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь, не имеющий Сына Божия, не имеет жизни, сие написал я вам, пишет Иоанн Богослов, оканчивая свое послание, сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Не будете иметь жизнь вечную, уже теперь имеете жизнь вечную. Вопрос заключается в том, сохраним ли мы эту жизнь, как после святого причастия, мы, причастившись к этой вечной жизни, выходим из храма, сохраним ли мы эту благодать от причастия до причастия, и далее говорится об успехе их православных молитвах, за исключением молитв за согрешившим грехом смерти. Это с 14 по 17 И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, то есть по воле Христа, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просим и от него, если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти, есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Эту же тему раскрывает сам Христос, когда говорит о больших и меньших заповедях, когда он говорит, если кто нарушит меньшую заповедь, тот меньшим наречется, но в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. А кто нарушит больше, куда он попадет? Что такое грех к смерти? Это грех, который проявившись в жизни человека, лишает его надежды на покаяние. Это самоедство, то самое самоедство, в которое провалился июда, ибо в тот день раскаялись два человека. Петр, апостол, раскаялся и горько заплакал, и об июде сказано, а раскаялся, пошел и удавился. Это раскаяние не перед Богом, перед самим собою. Он положил предел Божьему милосердию, он решил, что если он такое сотворил, то нет ему прощения, и в этом было начало его гибели. И 18-й стих здесь говорится, мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. И далее говорится об отличии, о нашем счастливом отличии от этого мира, от людей этого мира, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Вот почему мы, христиане, не должны принимать участие в коллективных политических грехах этого мира, потому что мир давно и безнадежно сошел с ума. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. И в послании Иакова 4.4 сказано «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Далее идет подраздел, мы подошли уже к завершению этой главы и этого послания. Здесь говорится, что истинное познание Бога доступно верующим, 20 стих, и это познание обязывает нас удаляться от любых форм идолопоклонства. Есть разные формы идолопоклонства, от политических до социальных, и любая такая привязанность опасна для христиан. И мы читаем 20-21 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Это истинное познание, которое нам сообщил Бог. Именно это познание обязывает нас удаляться от любых форм идолопоклонства. 21-й последний стих. «Дети, храните себя от идолов. Аминь». Будем хранить себя от любых форм идолопоклонства, от любых политических и философских измов этого мира, отдавая предпочтение воле Бога и тому познанию, которое нам раскрывается в Боге и с Богом. Итак, сегодня мы окончили вместе с вами, я не оговорился, вместе с вами, отцы, братья, сестры, исследование первого соборного послания Иоанна Богослова, которое состоит из пяти глав, потому что я всегда чувствую молитвенную поддержку за то служение слова, которое мы совершаем на библейском портале Экзегет. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых циклах бесед. И берегите себя в этом тревожном мире.